МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Гоздеп США призывает немедленно прекратить огонь на Донбассе, а домохозяйка Наталья Васильевна призывает прекратить покупать мороженую рыбу. Правительство Австрии запретит носить паранжу в общественных местах. А почему Анна Мария запрещает своим детям есть филе сёмги? Врачи Норвегии лечат малышей от детской депрессии специальной зарядкой. А москвич Борис нашёл стопроцентное средство от зимней хандры в районе Капотни. Здравствуйте! В эфире программа Ваше телевидение. Мы, как всегда, в прямом эфире с вами на связи по номеру телефона 8495-232-5954. Звоните нам в студию, рассказывайте свои истории, делитесь своими мнениями по поводу вот чего, друзья мои, предлагаю сегодня вот о чём поговорить. Узнала я, что, оказывается, Япония хочет возобновить поставки на Россию рыбы с акватории Фукусимы. Понимаете, да? Авария произошла буквально 5 лет тому назад, но, по мнению японских специалистов, уровень стронция в окружающей среде уже находится в пределах нормы. Причём рыба сама готова идти к нам. Я вот тоже готова. Ой, перестаньте эти радиоактивные байки. Поверьте, я совершенно не против, это прекрасная новость, потому что я верю, что японцы и знают, что японцы в их уровне технологии, контроля, очистки, безопасности, они давно впереди планеты всей. Прекрасно, прекрасно, потому что нормальной рыбы в Москве практически нет, но невозможно найти. Поэтому добро пожаловать, японская проверенная рыбка. Да ты что, вот с акватории Фукусимы? Да. Ты веришь, что за 5 лет... Я верю в контроль японцев, я верю в их уровню качества. То есть, по вашему, Володя, на вашей стороне, да, я тоже, я не понимаю, как я должен смотреть в глаза рыбе, которая мне говорит привет. Нет, вопрос, то есть вы считаете, что из Японии рыбка к нам в Москву придет свежайшая, отличнейшая, незамороженная. А тебе какая? Как, знаете, как Сталлоне, да, когда его заморозили, через 500 лет отморозили, он такой, ух, классная у вас тут, будущее наступило. То есть, по-вашему, замороженная рыба – это то, что нужно? Вова, понимаешь, вот я не понимаю, ты, наверное, потому что на Сережное место сегодня сел, нагретое, противоречивое, и поэтому заразился инфлюенцией, противоречий и споров со мной. Дело в том, что все, что ты называешь свежей рыбой в московских магазинах, это уже однажды замороженное, потом однажды размороженное, а потом, о, ужас, то, чего делать нельзя, опять замороженное, опять размороженное. Ты понимаешь, что так называемая свежая рыба – это просто размороженная рыба в московских магазинах? Так вот, я тебе про это и говорю, дорогие друзья. Если бы вы сейчас, например, обладали лишними тремя часами времени, я бы вам продиктовал все те полезные микроэлементы и витамины В, которые я специально нашел. Ой, да ты их и не помнишь, наверное. Ну, конечно, которые я нашел специально, готовясь к этому эфиру. Мы их получаем только с рыбы, но вернее с рыбьим жиром. И когда рыбу замораживают, дорогие мои хорошие телезрители, все эти вещества улетучиваются. Поэтому я сторонник того, чтобы рыбу есть не замороженную, не перемороженную, не отдали бы привезенную, а свежую с наших вот рыб с совком. Нет, так вот аема. Позвольте, позвольте, позвольте. Я не могу, Сократ мне друг, но истинно дороже. Дело в том, что практически все российские рыбоводческие траулеры, там не рыбоводческие, а рыболовные траулеры, они не просто вылавливают рыбу, а имеют мощнейшие рефрижераторы, шоковые моментальные заморозки. Рыбку поймали сразу в холодильник и довезли. Ничего в ней не испортилось, ничего в ней не пропало. Понятно. Друзья мои, предлагаю вот такой вопрос сегодня для интерактивного голосования завесить. Какую рыбу покупаете вы? Свежую или замороженную? Честно? Присылайте ваши ответы на наш короткий номер, и мы, естественно, будем следить за ходом голосования. А пока предлагаю, дорогие мои хорошие соведущие, посмотреть сразу первый сюжет. Про рыбу. Здравствуйте, меня зовут Анна-Мария, и сегодня я вам расскажу, как правильно выбрать охлажденную и замороженную рыбу. В ассортименте представлено ментай потрошенный. Цена 139 рублей. Упаковка герметически не нарушена. Присутствуют плавники, хвост. Это говорит о том, что хранение, транспортировка, заморозка и разморозка рыбы были не нарушены. Мне нравится эта рыба. Следующий – это трескапотрошенный. На этой рыбе присутствует много льда. Сама рыба сухая. Это говорит о том, что она не свежая. Ее уже замораживали или перья даже перемораживали. Упаковка нарушена. Туда попал воздух. Там уже, скорее всего, есть какие-то инфекции и микробы. Теперь выбираем замороженное филе рыбы. Моя любимая зубатка. Цена ее составляет 179 рублей. Упаковка двойная. Очень хорошо. Это большой плюс. Первая – вакуумная, а вторая – просто в пакете. Нужно отметить, что здесь отсутствует лед. Глазурь здесь по минимуму. Отходов никаких нет. Форма прекрасна. Прослеживаются жилочки, косточки. Мне очень нравится эта рыба. Сегодня я ее беру. Слушайте, ну я не... Что? Бери, бери, бери. И, возможно, можете получить пищевое отравление. Почему? Друзья, давайте будем откровенны. Когда рыбу замораживают, как Николас говорит, пускай даже шоковая заморозка, но это не так страшно, на мой взгляд, когда ее размораживают. И вот я в магазинах. Они же ее замораживают для чего? Для того, чтобы транспортировать ко мне в магазин. Чтобы положить на кусочек льда. Я прихожу, она такая блестит, меня смотрит, можно ее пальцем ткнуть, посмотреть, насколько она, грубо говоря, свежая. Но когда эту рыбу второй раз замораживают, третий, четвертый и пятый, вот я против этого. Почему? Вот сейчас девушка в видеосюжете держала рыбку в руках. Ну как вы определите свежесть этой рыбы? Рыбу нужно разморозить и понюхать, потому что на самом деле в рыбе копятся разного рода бактерии, вещества, которые начинают очень плохо на эту самую рыбку действовать. То есть если у вас есть возможность, всегда разморозьте рыбу перед тем, как ее кушать. Обязательно посмотрите, отходит ли чешуя, и насколько рыба, как это называется, ломкая, такая, знаете, рыхлая. Ну, а если рыхлая, это... Это опасно. Да, ой, 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 ой. Слушайте, ну я всегда, я вот просто всегда покупаю филе рыбы, я очень, ну, не могу ее чистить. Ты какое филе покупаешь, свеженькое или замороженное? Ты знаешь, вот по-разному, то, которое мне нравится, вот так вот, по внешнему виду. И если, например, говорить о той же самой треске, там, о грудках, ну, не о грудках, а как о спинках, наоборот, да, то мне, наоборот, больше нравится, когда она такая немножко, вот она должна быть, на мой взгляд, рыхлая, или как это называется? Она вообще не самая упругая рыба на свете. Понимаете, мне кажется, вот Володя не определился до конца, он шарахается то на нашу сторону, то опять ищется глубокой противоречивости. Слушай, на вашу сторону, Дарья вообще ищет меня на чьей стороне, я флаг не понял. Дарья на нашей стороне, на то, что рыбе нужно глаза смотреть, даже если это филе, ищите у филе глаза и смотрите в них. Нет, друзья мои, понимаете, есть вот шутки шутками, но свежая рыба на московских прилавках, я еще раз повторю, это, как правило, размороженная за вас и до вас рыба. Да, это удобно, но где гарантия, что ее сто тысяч раз, как и говорил Володе, не замораживали. Поэтому ты, Володя, на нашей стороне, а если говорить о речной, там, из прудов привезенной рыбки или из рек, послушайте, это вообще опасно. Почему? Я заморскую рыбу, она чище, она менее подвержена гельминтозу. Мне нужно вообще рассказывать, кто такой гельминт и как она неверзительно выглядит. Не надо, не надо. Дядя Коля, расскажите. Я тебе про гельминтоз расскажу сейчас, чтобы нас потом из эфира выключат за ужасы нашего городка. Единственная рыба, которая вообще не подвержена гельминтозу, это осетр, но он в цене кусается. Но он зато тоже водится в наших местных подмосковных водоемах, я тебе могу рассказать, где именно. Вот из водоемов это меня очень напрягает, особенно, когда говорят, это рыбоводческое хозяйство, это колхоз выращивает. Как правило, это пруд посреди колхозной территории, и все, извините меня, коровье и свиное дерьмо, и все пестициды, все это стекает туда. Ну, Николас, ну нет, ну сразу видно, не рыбак ты. Нет, ты не рыбак просто. Сейчас, знаешь, какие красивые, какие хорошие пруды, вот эти вот платные рыбхозяйственные. Благородные. Да, и там такая рыбка. С гамаками. И с гамаками, с ресторанами, они тебе и почистят ее. Рыбачка-то наша. Да, мы вот, между прочим, в основном едим рыбу вот из таких вот прудов, потому что у меня... Такую, незамороженную. Незамороженную. Молодец. Нет, мы ее замораживаем, например, но сами уже. Добро пожаловать в мой лагерь теперь, Николас. Заморозки. Подождите, я... Заморозки своей рыбы. Ребят, давайте перестанем пока спорить, давайте посмотрим следующий сюжет о том, как же все-таки возможно выбрать свежую рыбу. Без гельминтоза. Да. Здравствуйте, меня зовут Наталья Васильевна. Я очень люблю рыбу. Она вкусная и полезная, но не вся. Замороженная рыба, неизвестно, сколько она лежала и как долго она была в заморозке. Поэтому я выбираю живую рыбу. Как ее выбрать, я вам сейчас расскажу. Живая рыба в магазине должна находиться в аквариуме с холодной водой. Рыба должна быть упитанной и должна плавать на дне аквариума. Как вот этот карп, которого мы сейчас и возьмем. Вот такого карпа я купила. Помните, что живую рыбу не замораживают, а готовят сразу дома. Вот, друзья мои, и наконец-то начали дозваниваться наши любимые телезрители нам в студию. Вера Григорьевна нам дозвонилась. Алло, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, какую рыбу вы предпочитаете? Покупаете замороженную в магазине или все-таки свежую? Ни в коем случае замороженную, потому что, когда ее разморозишь, там ее половина остается, одна вода. Вот, и мы покупаем, стараемся не замороженную. А где? А вы понимаете, что она уже кем-то, как правило, разморожена? Понимаем. На замороженной, от замороженной остается просто одна вода. То ли ее накачивают водой, то ли все. Бывает, бывает. То есть, согласитесь, что выгоднее даже по цене, если мы по весу берем рыбку, брать все-таки ее размороженную, чтобы не переплачивать за лишнюю воду, правильно? Правильно. Умничка, спасибо. А тогда у меня вопрос встречный. Скажите, пожалуйста, а внутри все-таки вот сердечко не йокает о том, что, черт его знает, сколько она там на якобы льду лежала, не опасно? Йокает, опасно, а что делать? Хорошо. Значит, вы на моей стороне, спасибо большое. Подождите, не уходите, я сейчас вас опять верну на свою сторону. Но удобнее же с сырой рыбкой-то, поработав, понять, хорошего качества она или нет, даже визуально, даже на запах же проще сырую рыбку определить, нежели замороженную, правильно? Конечно, конечно. Все, добро пожаловать на мой диван. А мне кажется, что Вова пользуется просто своим шармом, очарованием, и Вера Григорьевна перетянул в свою сторону. Ну, не знаю, посмотрим. Вера Григорьевна, спасибо большое за ваше мнение. Спасибо. Позвоните нам, продолжайте, рассказывайте, учите нас, возможно, как выбрать, где взять. По номеру телефона 8495-232-5954, да, Николас, мы ждем по звоночке. Но вот где взять, где взять, вот репортаж-то как раз перед звонком Веры Григорьевны был. Да. Я ведь не совсем там согласен, потому что пока был репортаж, я кое-что нарыл. Я этого не знал, но я знаю, как задавать вопросы, чтобы Гугл выдал нужную информацию, или Яндекс наш патриотичный. Смотрите, оказывается, в обычном супермаркете завоз рыбы осуществляется. Свежая рыба, Вова тут рассказывает. Ну, вот, смотря на жабрами, двигает она, реально свежая. Смотрите, завоз рыбы, которая лежит на прилавке, на льду, раз в две недели. Вы понимаете, что она уже не совсем свежая? Второй момент. Аквариум аквариуму рознь. Оказывается, продавать рыбу из аквариума, она живая там, она там даже есть, он же и грязный, все, она живая. Должно быть, трубки должны с кислородом, либо проточная вода, и ежедневная чистка дна и стекол вот этого бассейна, в котором содержится рыба. Иначе она там начинает вонять болотом. А мы покупаем, она же свеженькая, но она даже болотом воняет. Ну, невкусно же, в конце концов. Да и вообще, а тут же из аквариума она там умерла, ее чуть-чуть разделали и на лед. Она же свежая. И честно, глядя вам в глаза, скажут, она ей не разморажена, конечно, разморажилась. Она сдохла там от кислородного голодания. Ее еще подкрасить можно, но это вообще отдельная тема. Это вот братья Эйфус рассказывают в своих передачах, как рыбу красить. И что, нельзя сдохшую рыбу доесть, нельзя? Да нельзя! Я просто не знаю. Ее только свежеубиенную есть можно. Николас намекает, что если ты хочешь получить хорошую рыбу из аквариумного магазина, из магазинного аквариума, приходи туда недельку, корми ее свою, вот прям пометь ее, ходи, выкармливай, вынашивай, меняй воду, а потом раз и забери себе. Николас, все это ерунда. И я с тобой поспорю сразу после телефона воззвоночника. Давайте, Лина нам дозвонилась. Алло, Лина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, где вы предпочитаете и какую рыбу покупать? Мы предпочитаем ловить рыбу сами. У меня муж рыбак. Класс. Мы ловим рыбу в основном в Дизанской области. Ловим в основном поросей, картика. Но он очень любит платву. Рыбу мы ловим на весь год. То есть я ее дома чищу, замораживаю. Вы замораживаете? Мы кушаем, да, да, до следующего лета. Значит, нет, подождите, Вова, не дайте мне, Улина, спросить. То есть вы считаете, что в принципе рыба, которая свежепоймена, заморожена, она не теряет вкусовых качеств, а то Вова тут кричит, все, что заморожено, все плохо, выбрасываете. Нет, ничего не теряет качества. Из головы мы варим муху очень вкусную на даче. А из тушек запекаем, жарим, тушим. А еще что делаете? Расскажите еще что-нибудь, какой-нибудь вкусный рецепт. А еще какой-нибудь вкусный рецепт? Ну, смотрите, берем карпенка, да, режем овощи, морковку, лук, чеснок, набиваем брюшку этому карпенку, заворачиваем его, ну, солим, терчим, естественно, заворачиваем его в фольгу и в хозор на 20 минут. Говорите. Пальчики оближешь. Говорите. Да, спасибо большое. Говорите. Спасибо вам огромное. Спасибо. Знаете, как в мультике «Братья-пилоты» там был такой слон, который при звуках флейта теряет волю, да? Так вот у нас Николас при звуках рецептуры тоже теряет волю. Шикарный. Да, это он еще не увидел, а Володя сделал вид, что прослушал. Нет, я с удовольствием, с удовольствием бы поговорил с нашей телезрительностью, но при прямой эфир, к сожалению, мы не можем. А самое-то главное, было сказано «карпенок», а Володя в магазинах, ты «карпят» где видел? Лошади-мутанты, а не карпы лежат. Ты понимаешь, что за сезон короткого российского лета, хоть в Рязани, хоть в Воронеже, хоть в Белгороде, хоть в Подмосковье, ну не может эта монструоза вырасти. Его же гармончиками подкармливают. Нет, нет, нет. Навоз, который исчезает. Нет, нет, нет. Дашенька, пожалуйста, ты разреши, сама скажи тогда вот правду. Карпеночек. Рыбу поймали люди сами. То есть была бы их воля, они не доверяют вообще вот этим рыбам, которые не ты препарагандируешь, даже не я. Они говорят, мы сами ее ловим, замораживаем, и даже несмотря на то, что там могут при низкой температуре исчезнуть из нее полезные вещества, они этой рыбе доверяют, потому что они ее сами поймали. Вот и все. Ты меня с пути истинного не сбивай. Ты видишь, как он, как пропаганда вражеская. Как ужин, как угарь на сковородке. Вова, я говорил тебе, Ирина звонила, она же не сказала, что мы едем в рыбовочный колхоз и там из пруда, значит, с очком ловим карпов. Карпы они в чистой речке поймали. Хотя, конечно... Какого карпа? Ну, она не уточнила. Карпенка. Карпенка. Но на самом деле... Карасики в сметане. Да, Николас, мы тоже покупаем, ой, не покупаем, а именно вот ловим и карпов, и астроносых моих самых любимых, и шашлыки из них делаем, и коптим. Ауклейка. И что мы только не делаем с ними, и форели. Вот это моя великая копченая рыба. И, да, моя великая копченая рыба, которая, кстати, забыла вам привезти. Но за разные по сравнению с посолиной. Ни одного разу за всё наше вот время, вот, жизни моих рыбаков домашних, никто пу-пу-пу... По дереву надо стучать, а дерево у меня вот здесь. Чувствую, что никто выигрывает в этом соревновании сегодня. Там дерево, тут кость. А здесь мозг. Ни одного разу никто не отравился. У нас есть ещё один звоночек. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, какую рыбку вы предпочитаете? Я покупаю в магазине рыбу филе, брусочками, такими маленькими, уже готовую. Или филе камбалы, или филе окуня. Свежую или замороженную? Замороженную. Почему? Докажите, Вове. Ну, я не знаю, мне нравится её вид. Она очень приглядно смотрится. И так, как я вот её готовлю, она очень вкусная. Скажите, пожалуйста. Это рыба. Скажите, Володя, вопрос. Это вредный Вова подключается к рыбам. Володя, журнал «Рыбак-2017». Скажите, пожалуйста, мы сегодня в течение уже программки, буквально 40 минут, скоро как будет, обсуждаем вопрос, что когда вы покупаете замороженную рыбу, вы переплачиваете за воду. И очень тяжело угадать с её качеством, когда замороженная. Вы не боитесь вот этого? Ну, это, конечно, вода есть. Но я бы не сказала, что так много. Но мне хотелось бы вот ещё сказать. Жарю я её так. Я её слегка размораживаю, чтобы вот эти мелкие кусочки не расходились. А, то есть не до конца размораживаю? Не до конца. Я её не до конца размораживаю. Значит, обмакиваю в яйце и в муке. Так. И на сковородку. И с двух сторон два раза туда-сюда я перевёртываю. Сколько минут с каждой стороны жарить? Ой, вы знаете, ну, минут по десять я жарю. На среднем огне. Что? На среднем огне. На среднем огне. Ой, я не могу, у меня уже голова кружится от голода. Спасибо большое за ваш рецепт. Я думаю, что наши телезрители сегодня нас утерят рецептами. Я думаю, что Николас-то в итоге потеряет сознание. Поставьте, пожалуйста, кафельницу с каким-нибудь борщом. Тут у нас всякие случаи. Что с борщом-то сухой? Ну, в любом случае, в общем-то, у нас сегодня ещё много времени. Николас, у тебя сейчас тоже будет немножечко времени отдышаться, подумать о рыбе, подумать о рецептах, взять себя в руки. Но, правда, времени будет очень немного, потому что реклама на нашем канале самая короткая в мире реклама. Вот. Как мои волосы. А мы продолжаем обсуждать всё самое интересное, что происходит в Москве. Звоните нам по номеру телефона 8495-232-5954. Предлагаю посмотреть, как в начале программы распределились голоса по поводу живой, свежей и замороженной рыбы. Итак, какую рыбу вы покупаете? Замороженную 66%. 66%? Свежую 34%. Да. А с учётом того, что наш программ смотрят те, которые, в отличие от Вовы, умеют готовить и ходят по магазинам, значит, правда, на моей стороне замороженная рыбка безопаснее и надёжнее, нежели якобы свежая, кем-то 100 тысяч раз размороженная, на которой Вова настаивает. Давайте не будем делать преждевременных выводов. До финала нашей программы ещё очень далеко. Да, да, да. И давайте узнаем, вот, например, у следующей нашей телезрительницы, Татьяна Михайловна, нам дозвонилась, на чьей же стороне всё-таки правда. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Добрый день, дорогие мои. Здравствуйте. Знаете, с некоторых пор, наверное, около года я стала покупать в сети магазинов рыбных мороженую рыбу. Так, креветки, фитарные. Замороженную рыбу. Круто. Креветки там отменные. То есть ты размораживаешь рыбку, креветки и воды минимум, холодная заморозка, минимум воды. Скажите, пожалуйста, вот как вы находите такую замороженную рыбку, надо Вове рассказать, потому что он говорит, там 100 тысяч килограмма льда сверху. Вот помогите Вове стать нормальным покупателем. Как ему выбрать, как вы каким чутьём шестым там пользуетесь, как увидеть, что замороженная, а хорошая? Ну, во-первых, я смотрю, там точно стоят марки в срок, когда эту рыбу выловили в Хабаровске на Дальнем Востоке. Там это всё стоит. Июнь месяц, например, уже новый есть, значит, улов этой рыбы. То есть эта рыбка уже упакована и на этикетке вы прочитаете? Упакована. И этикеточка есть, да. Простите, у меня возникает резонный вопрос. Я не хочу оспорить вашу позицию, но почему вы в какой-то момент перешли на замороженную рыбу? То есть до этого вы покупали сырую? Естественно. А что случилось? Ну, потому что я разочаровалась в свежести сырой рыбы. Раньше, лет пять назад, я могла приезжать к себе на рынок. И там водили золотая рыбка. Я приходила, мне нравилась очень такая рыба, как кефаль. Я её обожала. Себас. Да, это всё турецкая рыба. Вот. Я смотрела по глазкам. По глазкам свеженькая надавливала на рыбку. Если она туда пальчик не вдаливался, значит, ну, я считала, что она свежая. Так, а что случилось потом? А потом вот уже годик-два, как только я вот стала появляться, я беру вроде нормальное, а на самом деле она мягкая, размораживаешь её, нету пругости, которая свойственна этой рыбке, например, кефали. Она должна быть пругой. Совершенно верно. Совершенно верно. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Я только хочу уточнить Вове, что, Вова, наша замечательная зрительница, как вот ты показывал, не на глаза надавливала, а в глаза смотрела, а на телце. Нет, наш Алла Хомс что-то заподозрил. Что? Не заподозрил, вот если мы сейчас обратно вот так вот звоночек сделаем, мы услышим, что только что было сказано, и когда я покупала рыбку, размораживала её, и в итоге получалось, что она какая-то не такая. То есть всё-таки где-то здесь, закрались у меня сомнения, может быть, всё-таки вы покупали свежую рыбку, но всё-таки замороженную, и размораживали её, и разочаровались. Вот если бы таковы бренд Рязани про грибы. Друзья мои, я предлагаю, знаете что, посмотреть следующий сюжет, потому что наши телезрители. Продолжают свои расследования. Ой! Если вы предпочитаете рыбу на льду, сейчас вам пару советов. Обратите внимание в первую очередь на глаза. Глаза рыбы должны быть ясными, вот такими, как у данной рыбы форели. Плавники должны быть не тронуты, форма должна быть не нарушена. Прекрасная рыба, свежая, и к тому же красивая. Вот посмотрите на этого карася. Чешуя блестит, глазки ясные, чистые. Прекрасно свежая рыба. Цена 93 рубля. Вот эта форелька не совсем свежая. Посмотрите на её глазки, они мутноватые. Если вы сомневаетесь в качестве выбранной вами рыбы, я вам дам ещё один совет. Проведём небольшой эксперимент. Выберем форель. Нажмём пальцем на тушку рыбы. Если вмятинка возвращается в исходное положение, это говорит о том, что рыбка свежая. Мне нравится эта рыба, и я вам её советую. Если вы будете придерживаться этих простых советов, то вы наверняка купите качественную и свежую рыбу. Это наш город, это наше телевидение. Глаза должны быть ясные. Покрашенные. А не мутные. И у человека, и у рыбы. Я предлагаю все эти вопросы переадресовать специалисту. Кому? Мы уходим? Мне надоели ваши споры, мальчики, потому что вы совсем не комильфо в этих вопросах. Я хочу поговорить со специалистом. Кто это? У нас сегодня в гостях Александр Савельев, представляете? Александр Савельев, прошу прощения, руководитель информагентства рыболовства. Присаживайтесь. Согласен. Эксперт, эксперт, вещь экспертов. Да. Вот вы же слышали, да, как правильно выбирать сейчас по ясности взгляда, глаза. Девушка у нас выбирала. Как вариант слышал, да. Но настало, наверное, время сорвать маски с алчатных трейдеров. Давайте. Значит, давайте все-таки вот совершенно четко расставим вот все акценты, да, потому что тут все правильно говорилось, но наши телезрители должны совершенно четко понимать, что вообще рыбу можно продавать в трех товарных категориях. В живом виде. Раз. В замороженном виде. И в охлажденном. Три. Вот этот вот крайний вариант с охлажденной рыбой в России отсутствует вообще. Его нет. А как он должен? Мы уже поняли. Значит, охлажденная рыба, это отдельная товарная категория, это рыба, которая ни один раз, ни на минуту не должна быть заморожена. Ну, у нас же пишут в магазинах, рыба охлажденная. Охлажденная рыба свежий. Я же с чего начал-то? Да. Что сорвем маски с алчатных трейдеров. Да, тогда вы нам расскажите мне, покупательнице. Значит, 90% охлажденной рыбы таковой не является. Это изначально мороженая рыба, которую разморозили, или, как говорят специалисты, дефростировали. И вот ее каждый день замораживают, размораживают. Дело в том, что вообще... Каждый день? Конечно. На протяжении двух недель, как сказал Николас? Например, да. А может быть и больше. Судя по тому виду, с которым она присутствует на наших ледниках, в наших магазинах, то она там не то, что ни первой, ни второй, и даже, наверное, уже не пятой свежести. Спасибо огромное за это откровение. Это первое. Второе. Знаете, самые деликатные потребители рыбы, японцы, полагают, и это правда, суще, да, что рыбу нужно съесть в течение двух... в пяти часов, после того, как ее выловили. В течение пяти часов. И это возможно в условиях Японии, да, где от побережья до побережья, не нарушая правила дорожного движения, можно за три часа проехать. Ну да, да, да. И на этом, дорогие друзья, мы могли бы завершить нашу программу, потому что Вова проявлял стреском... Извините, вопрос задает Володя, журнал «Рыбный карась». Скажите, вот опять-таки, мы говорили сегодня о том, что рыба есть живая в магазинах, в аквариумах ползает. Было сказано, что она не очень хорошая там, но опять-таки, давайте вот эту грань между... Если не чистят бассейны, если не добавляют туда кислород, если на том, что... Я вас понял, значит, да. Ну сколько той рыбы? Во-первых, вот вы говорите про другую товарную категорию, это живая рыба, да? То есть их всего-то там, ну, карп, прежде всего, да, стерлядь, осетр по цене чугунного моста. И раки. Ну, да, еще что-то, так сказать. Все. Но, значит, это рыба из вот аквакультурных хозяйств, которые вот поблизости от города находятся. Там, во-первых, высокий риск, так сказать... Тяжелые металлы! Большой риск, ну, начиная от кишечной палочки и заканчивая... Вот в этих прудах платных? Конечно. Да вы что? То есть я сорвал маски не только с салшинных трейдеров, я вам глаза открыл. Да вы что? Вот я совершенно согласен с вашим коллегой, да, который говорит, что исключительно мороженую рыбу надо покупать. Исключительно. Почему? Потому что мороз, он уже, собственно, потрудился, как бы подготовил эту рыбу для нас. Понятно. Потому что это термическая обработка. Да, согласна. Кстати, готовить можно ведь и подогревая, а можно охлаждая. Да, согласна. Александр, вы знаете, у нас к вам куча звонков у наших телезрителей. Давайте возможность дадим задать вам вопросик. Алло, здравствуйте. А чего же не дать? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и какой вопрос у вас? Данила Андреевна. Очень приятно. У меня вопрос к Александру. Да. Делали его? Вот скажите, пожалуйста, почему вот морская рыба, речная рыба так дорого стоит? Понятное дело, когда мясо стоит дорого, его выращивают, выкармливают животные, но рыбу-то просто вылавливают. И почему такие цены у нас на рыбу? Да, согласен с вами, согласен с вами. Спасибо, господин. И я думаю, что с нами в этом вопросе согласятся абсолютно все эти люди. Конечно, конечно. Это чрезвычайно дорогая рыба, причем в стране, которую омывает 14 морей, в которой более 2 миллионов озер. Более 2 миллионов, вот чего-чего, а вот рыбы у нас вдоволь. Да. Понимаете? Но у нас в стране отсутствует регулятор, государственный регулятор, который занимается регулированием цен на этой рынке. А кто им должен быть? Это есть такое ведомство, комфортно расположившееся в роскошном особняке на Рождественском бульваре, 12, которое называется Федеральное агентство по рыболовству. Так вот, ситуация на рынке рыбы заключается в следующем. Мы, ну, одна из самых великих рыболовных держав. Больше половины всей выловленной рыбы мы продаем на экспорт. Ее с удовольствием покупают, она ликвидна, конкурентоспособна на всех мировых аукционах. Потому что в России самая лучшая в мире рыба. Логично. И это не для красного словца. А зачем тогда нам сейчас рыба из Японии нужна, если у нас своей рыбы достаточно? Вшелом в открытом мире. Слава богу, у нас из Японии не везут. Собираются? Скоро. Не повезут. Вот поверьте мне, дело в том, что я сейчас объясню, объясню в чем дело. За пределами России, эта рыба, в том числе наша, лучшая в мире, она дороже стоит. Почему ее везут за границу, на европейские рынки, в Восточную Азию? Потому что там ее дороже продают. Да, логично. Понимаете? Ровно поэтому экспорт в прошлом году поднялся, импорт сократился, и у нас потребление упало до катастрофических 14 килограммов в среднем на душу населения. И вот эта ситуация, понимаете, наш регулятор не делает, не мотивирует рыбаков насыщать внутренний рынок. Вот из-за чего, собственно, и происходит это удорожание в 2, в 3, в 4, в 5 раз. Понятно. Регулятор регулятору рознь. Володя хочет вопрос задать. Регулировал, регулировал и не зарегулировал. И не трампом по морозил. Пока Володя задает вопрос, я немножечко убегу, не подсматривает за мной, за кулицей и кое-что принесу господину Савелью. Так вот, да, задаю я вопрос, журнал «Ментай сегодня». Скажите, вот вы сказали, что нужно покупать замороженную рыбу, но есть же данные, которые я в начале программы привел, руководствуясь тем, что они действительно правильные. Я в это верю, что при заморозке полезные вещества в рыбе, особенно вот в рыбьем жире, максимально исчезают. То есть, получается, можно не есть вообще рыбу, но... Сразу с вами не соглашусь. Дело в том, что во всем мире, бывая в Европе, вы, ну, находясь не на побережье где-то, а в центре, да, в Германии, там, я не знаю. В Мюнхене, например, вы нигде не встретите охлажденной рыбы. Почему? Потому что это нереально. Нереально рыбу вот выловить где-то там, я не знаю, в Марселе, так сказать, и в Мюнхене продавать в охлажденном виде на ледниках. Нереально. Это можно сделать в Барселоне, я не знаю, на рынке Цукидзе в Токио, там, где-нибудь, в Сиэтле, в Сиэтле, в Сиэтле. То есть, у нас в Владивостоке, в Бурманске, но не в Москве, в Туле, в Рязани, понимаете? Это первое. В Германии, в которой в позапрошлом году выяснилось, что она лидирует даже над Россией в объемах фальсификата рыбы на внутренних рыбах. Это правда, это правда, ужас, ужас. А у нас не фальсификат на столе. И вилочки, думаете, просто так лежат? Николас предлагает провести эксперимент вам. Сейчас я рассказываю, в одной тарелочке замороженная рыба приготовлена, сегодня, собственно, ручно-еженошно готовил, в другой свежая рыба, вилочка, ножичек, и поговорим с Вовой после этого. Да, еще раз подчеркну, вот даже перед тем, как начну пробовать, вот то, что вы называете свежей, в принципе, это охлажденная, скажем так, товарная категория, она таковой не является. Понимаете, эту рыбу везут с другой стороны планеты, из Чили, как вы себе представляете, ее привезут в свежем виде. Да вы что, смеетесь, что ли? Какая тема у нас, обсуждение во время всяких интересных пауз. Поэтому я, во-первых, утверждаю, что это оба варианта замороженная. Другое дело, что вас ввели в заблуждение эти алчные торговцы, которые ее выложили на ледниках, да, и продают пацаны с чугунного моста. Я вам больше скажу, тут еще лимон из воска. Итак, внимание, ну, дорогие друзья, вы же понимаете, прямой эфир, эксперимент, есть эксперимент, ну, готовлю-то я, надеюсь, хорошо. Второй сразу пробуйте. Значит, на... Ничего не говорите пока, сначала попробуйте. Нет, ничего не говорю, но уже есть что сказать. Ой, кажется, сейчас кулинары меня ругать будут, или качество рыбы. Что скажете? Тарелочка один, тарелочка два. Ну, во-первых, они похожи. Вот этот вариант гораздо сильнее. Это тарелочка номер один. Вот этот. Ну, тарелочка номер один, да. Сейчас объясню, почему. Он лучше или хуже? Продолжу отвечать на ваш вопрос. Что касается замороженной рыбы. Единственное, что с ней происходит, когда ее замораживают, неважно, как это называется, шоковая, не шоковая, каких-то терминов, бог знает, каких-то чудных, но выдумывали. Понимаете себе, рыбаки ловят рыбу, например, в Бельгином, в Охотском море, 400-600 миль от берега. Они ее вытаскивают, делают филе или там просто потрошат и морозят. Все. Понятно, отлично. Александр, у нас впереди очень много интересных вопросов, выводы эксперимента. Узнаем, как готовит наш дорогой Николас, но, к сожалению, сразу после самой короткой рекламы на канале «Москва доверия». Ну вот, как мы обещали, самая короткая в мире реклама. Мы снова в студии, и сейчас Александр Савельев подведет итоги этого эксперимента. Итак, какая тарелочка вам понравилась больше? Номер один. И сможете ли вы определить? Или номер два. Какая рыба лежала, ну, а-ля свежая на льду, и какая была просто замороженная? Значит, ответственно утверждаю, даже не предполагая, утверждаю, оба варианта были замороженными. Оба варианта аквакультурные. Вы же это покупали как семгу, правильно? Да. Что такое семга? Семга – это атлантический лосось, и из дикой природы не добывается. То есть семга хвостиком в океанах не плещет? Вся, абсолютная семга, которая продается, из аквакультуры. Что такое аквакультурное хозяйство? Это садки, где огромное количество особей, друг на друга, они без движения, поэтому начинают болеть. Бизнесмены, которые их выращивают, они вынуждены в корм добавлять огромное количество антибиотиков. Правильно говорит Николас, что еще добавляют гормоны роста, красители. А куриным жиром кормят? И вот они, так сказать, этот корм, часть не съедает, все это на дно садков падает, да, экскременты. Норвежские ученые посчитали, до 15 метров кишащих пессицидами, которыми в Первую мировую войну травили противника. То есть вы сейчас хотите сказать, семгу вот эту нельзя покупать, что ли? Самая токсичная еда в мире. Семга! Семга! Самая аквакультурная семга, самая токсичная еда в мире. Но парадоксом российского рынка, в том числе московского, а прежде всего московского, является то, что Россия является единственной страной в мире. Нет такого нигде, от Лондона до Уганды, нигде нет такого. Где-то рыба аквакультурная стоит в 5 раз дороже, чем дикая. А особенно соленая какая-нибудь. Это дикая ситуация. А есть? Это можно было что-нибудь нехорошее скажите? Нет, это можно есть, но наши коллеги в Европе, в Испании предупреждают телезрителей о том, что не чаще одного раза в месяц. Не чаще. Вот вы совершенно справедливо помянули Германию, да, где очень много было расследований касательно вот этой семги, да. Вы посмотрите, какое количество жира, да, какие прожилки. Это свидетельствует о том, да, а если бы вы ее отварили еще, она вообще белая стала. Так, это что, это плохо? Я еще раз подчеркну, внимание. Внимание. Самая токсичная еда в мире. Самая токсичная. О, ужас. Александр, у нас есть еще один звоночек, и Ольга нам дозвонилась. Алло, здравствуйте, Олюшка. Алло, добрый день. Можно Александра спросить? Да, нужно. Да, Александр выступал геронтолог на другой радиостанции и сказал, что резко повысилось количество пациентов, которые обращаются, которые употребляют рыбу, выловленную в подмосковных хозяйствах смоленских. Преждевременное старение у людей, да, потому что там ее кормят гормонами. Это правда или нет? Сущая правда. Я ровно об этом только что говорил. Я говорил, что в аквакультурных хозяйствах, будь то в Подмосковье, будь то во Вьетнаме, где угодно, везде сталкиваются с одной и той же проблемой. В отличие от дикой природы, рыба здесь живет в ограниченном пространстве, поэтому начинает болеть. Александр, можно я у вас спрошу? Да. Вот мне, как блондинке, еще раз объясните, вот эти аквакультурные хозяйства, там, где бизнесмены именно выращивают вот эту рыбку на рыбке, да, в маленькой лужице, это одно. А вот эти платные пруды, рыб, хозяйство тоже, как их называют, ну, знаете, старачка, платная рыбалка, это то же самое. Но вы, как блондинка, тоже понимаете, что это вот то же самое. Даже вот эти садки на ровежских фьордах, как раньше говорили в рекламе, это то же самое. То же самое, тоже ограниченное пространство, сотни тысяч особей, корма, экскременты, пестициды, киша просто, понимаете? Вы понимаете, что я это ем все время, я стареть буду теперь быстрее всех. Тебе надо отвлечься, тебе надо отвлечься, переключайтесь. Прежде всего переключайтесь на мороженую российскую рыбу. Обязательно. Друзья мои, а самое главное, не переключайтесь нашего телеканала, потому что у нас сейчас не то, что Даша обычно объявляет, а супер-пупер репортаж, который прислали вы, наши зрители. Посмотрим. Ну вот мы и у меня дома. Вчера не было свежей рыбы, и я была вынуждена купить замороженную рыбу. Я заплатила за 600 грамм 330 рублей, значит килограмм стоит около 600 рублей. Но посмотрите, пожалуйста, что с ней стало после разморозки. Давайте мы теперь ее взвесим и посмотрим. Вот мы взвесили размороженную рыбу, оказалось 398 грамм, одна треть оказалась вода, а положено по норме 5%. Значит, производитель нас с вами обманул. Сегодня я купила свежую рыбу, карпа, килограмм 200 рублей. Свежая рыба намного полезнее, чем та, которая разморозилась. Неизвестно, сколько в заморозке она лежала, и сколько воды, вы сами видели, из нее вытекло. Поэтому полезнее покупать рыбу из аквариума в магазине свежую, и намного дешевле. Многие глушат рыбу молотком, но я этого делать не буду. Когда карп заснет, я приготовлю из него очень вкусное блюдо. Это наш город, это наше телевидение. Ой, дорогие мои, единственное, что мне понравилось в этом репортаже, это почти как... Тара-тара-там, тара-там, тара-там, когда карп заснет, я приготовлю... Глуши его! Я его шарах! Ну, спасибо, спасибо за ваш репортаж, который нам присылаете. Нам и так сегодня не очень хорошо. Даша в полуоборочном состоянии находится. Даже вообще просто, даже просто в шоке. Даже мой журнал «Малок» и всему голова просто рвется от вопросов, но я думаю, что сейчас вопросов станет еще больше. Еще больше, потому что мы видим, да, у нас пришел в студию еще один гость, главный врач поликлиники номер 220, Вера Ростиславовна Шастина. Да, здравствуйте, заходите, пожалуйста, присаживайтесь между Александром и главным редактором радиостанции «Поющие жабры». Да, добрый день, да. Пожалуйста, присаживайтесь. Конечно, Владимир Николаевич, женщину упустите непременно, чтобы не отравиться рыбой. Неужели у вас остались еще желания? Желания остаются всегда. Да, желания не пропадают после рыбы, дорогие мои. Понимаете, вот о желаниях-то мы заговорили правильно. И с врачом, и с роскошной, просто потрясающей женщиной. Это правда. Благодарю за это. Но дело в том, что, кстати, вопрос о желаниях. Дело в том, что... Их как известная золотая рыбка предлагала три загадать. Я не про золотую рыбку, я про искусственно выращенную рыбку, потому что исполнится желание, как известно, в неволе не живет. Ее там трижды неводом шарахали. Так вот, друзья мои, от имени всех стариков, которые боярынь, там, цариц морских, спрашиваю, знаете ли вы, что, оказывается, того самого дефинила, которым Володя пугал, ай-яй-яй, в вашей замороженной рыбе, так вот, я хочу сказать, что дефинила в четыре раза больше именно в искусственно выращенной рыбе, которая нам подается как охлажденная. А, ну что же вы такое говорите? Более того, на желание товарищей мужчины-зрители и товарищей женщины-зрители очень даже влияет, скажу я вам. Ага, понятно. Вера Стаславовна, скажите, вы тоже сейчас будете, да, продолжать меня вот с нашими телезрителями? Убивать. Пугать и убивать, да. Вот, что касаемо вот этой вот выловленной рыбы, да, что касаемо живой рыбы, которая водится у нас в магазинах, вот в аквариумах, лежит охлажденная, как нам ее преподносят на льду. Вранье. Не падай, не падай в обморок, я просто объясню, что суть нашего спора, потому что Володя с первой секунды эфира говорит, покупайте свежую рыбу, а я за замороженную, она безвредная. Да, Вера Стаславовна. Вы знаете, я внесу такой комментарий в ваш разговор. На самом деле, со своими внуками я летом ловлю рыбу в плотном пруду. Так. А потом я этого карпа, который с радостью вылавливают мои внуки, готовлю на своей кухне на даче. Так. Я тоже так делаю. Здесь вопрос весь. В некоем соблюдении меры, наверное, жить вообще, да, в целом. Вредно. Вредно. Очень опасно. Так. И если потреблять в неумеренных количествах в погоне за омегой-3 красную рыбу, да, каждый день и в большом количестве, наверное, мы придем к какому-то нежелательному результату. Но здесь вопрос контроля над тем, что привозят в тот самый платный прудик, да. У нас есть информация, что рыбку, которую привозят, привозят из таких-то водоемов, там-то они ее подращивают, а в нашем пруду, она вроде как в большом пруду, чищенном, ничем вода не пахнет, вырастают в более естественных условиях, и на самом деле я эту рыбу сама кушаю. А не обязаны предоставить? И пока ни одного случая отравления нет. Вопрос, слово ключевое – контроль. Да. Вот для меня, например, очень важно, но я человек такой, я привыкла верить людям, и если там написано, скажем, да, что рыба хорошего качества, что она была такая-то, сякая-то, я не рыбнадзор, да, я доктор... Вы доверяете? Я доверяю, потому что... Вы как доктор, я думаю, со мной согласитесь, что рыбы нужно потреблять как можно больше, а уж тем более в наш осенний период жизни, ну, раз до три в неделю обязательно. Но вы сейчас народ запугали тем, какие количество вредных веществ содержатся в рыбе, и поэтому запугали не то слово. О, вон там Даша лица нет, Даша, если что, медицинская помощь. Спасибо. Ой, дайте, 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 дайте. Я просто хочу расставить все точки над «ё». Так. Дело в том, что наша страна самая богатая в мире. Вот еще раз повторю, чего-чего, а рыба у нас 4,5 миллиона тонн в год вылавливают, понимаете, нет? Так, так уже хорошо. Поэтому это лучшая в мире рыба, лучшая в мире. Навага, например. Понимаете? Но, во-первых, ее большую часть вывозят на экспорт. Да. За большие деньги покупают. Это мы уже поняли. Так? Во-вторых, она продается исключительно в замороженном виде. Никакой охлажденной, живой. И мы ее по определению не будем. А знаете почему? Почему? А потому что существуют санитарные нормы и правила, которые регламентируют, при какой заморозке, там, минус 10, 20, 40, и какое время должна вымораживаться продукция, то есть рыба добытая, с тем, чтобы минимизировать риски гельминтозов. Понятно о чем, да? Всякие широкие лентецы, аписторхоз. И это очень важно, потому что несоблюдение этих норм и правил как раз приводит к тому, что люди заболевают. Приходят потом к врачам. С отравлением. Мы им, да, с трудом ставим диагнозы. Но это очень существенное добавление, да, что мы стоим сейчас буквально... Звонок? Звонок? Буквально на пороге стоим в введении в нашей стране техрегламента по рыбе, который является революционным документом. Это поскорей больше. Потому что для нас, покупателей, что важно? Прежде всего, как хозяйки... Качество. Что это за рыба? Что за рыба? И мне это важно как хозяйки, как хозяйки. И нам важно, чтобы зритель смог задать вопрос. Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите, как зовут вас? Меня зовут Наталья. Мне очень понравилась сегодняшняя ваша тема. Будьте добры, ответьте на такой вопрос. А вот в магазине продается охлажденная форель карельская, речная. Что бы вы могли об этой рыбе нам сказать? В смысле, тоже охлажденная она или нет, да? Она является на самом деле речной рыбой и больше пользой. Форель великолепная рыба. Великолепная рыба. Да, спасибо большое. Водится и в исключительно чистых водах. Карельская форель просто великолепна. Единственная проблема заключается в том, что по всем нормативам охлажденную рыбу можно хранить не более пяти суток, не ниже температуры минус двух градусов, и каждые пять часов меняется лед. Назовите мне хоть один магазин, кто может соблюдать эти требования. Боюсь, что эта карельская форель уже была пару раз заморожена. Она в любом случае речная, она в любом случае форель, карельская. Ее надо довезти еще, прежде чем хранить в Москве, ее надо еще довезти. Логично. А форель – это ночь, слышишь? У меня просто опять вопрос задает Володя газета «Рыбный апокалипсис». Вот я слушаю, я понимаю, что я после этой программы вообще не хочу есть рыбу. Вот вы сейчас сказали столько, что я хочу подвести такой маленький итог для наших телезрителей. Вы сказали, что можно и нужно кушать замороженную нашу рыбу. Пожалуйста, перечислить. Володя, секундочку. В России, еще раз подчеркну, в России богатейшая в мире страна по рыбе. Ну вот это я. У нас ловят 240 видов. Можете себе представить? Каждый день можно менять, в течение года ни разу не повторится. И вкусно. Это, вот доктор не даст соврать, это самая лучшая. Понимаете, аминокислоты, которые ни в каком другом продукте не встречаются. Что нужно сделать, чтобы не травануться-то? В России она самая жирная в силу географических широт. Логично. Чем рыба жирнее, тем она полезнее и прочее, и прочее. Так вот, 240 видов исключительно в замороженном виде. Покупайте и будете здоровыми, и так же великолепно выглядеть, как наши гости. Вы представляете, как много новой информации мы узнаем? Но когда мы говорим о самых богатых между странами, что ж тогда, друзья мои? Самый известный, признанный в Европе и мире историк рыбы Александр Мельникова, который написал два года назад прекрасную книгу «История рыб российских», «Талмуд», «Богатый и стирный», до сих пор не нашла поддержки никаких рыбоводческих хозяйств, а нужно-то всего лишь 150 тысяч рублей добавить, чтобы эта книга вышла в нашей стране. «История рыб российских», «Богатая страна». Позор национальный. О, вот так вот, вообще немножечко мы отвлекли. А я про рыбы, которые водятся в России. Я купила такую книгу, я правда честно скажу, сейчас не помню автора, но она есть, прям внуку специально я купила. В НИРУ издала Всероссийский, потому что, естественно, институт рыбного хозяйства и океанографии. Отлично. Рыбы России. Отлично, друзья мои, прекрасно. Почитайте, посмотрите эти книги во время рекламы на канале «Москва. Доверие». А у нас телезрители так и дозваниваются. Молодцы, хорошие мои. У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Да, мы вас слушаем, задавайте ваш вопросик. Во-первых, я хотела сделать комплиментарий, что она всегда истолично выглядит. Я не думаю, что вы обладали знаниями телезрители, а по 30. Просто молодец. Спасибо большое. Просто молодец. Здоровья вашим детям. Сейчас-то рыбу ест, Вилан. Единственное, я хотела, про рыбу это мы с тобой. Не перебивайте пока. Я хотела спросить, где лучше выбирать рыбу? То ли на рынках, то ли в супермаркетах. Что вы посоветуете? Всего доброго, Дарья. Спасибо. Отлично. Так, у вас есть еще второй вопрос, нет? Алло, все? Все. Самый главный. Где? Предпочтительнее, конечно, покупать на рынках мороженую рыбу. Почему? Просто она там дешевле. Дело в том, что вот эти крупные ритейлеры, которые в Европе окупаются за 10 лет, а у нас в России за год, значит, взвинчивают цены так, что воротник заворачивается. На рыбу они тупо увеличивают минимум в два раза. Вот есть во всем мире такой термин «цена с борта судна». То есть это та цена, по которой рыбак ее продает. Затем ее перевозят и... Это экономический цвет. А что доктор скажет, безопасно ли на рынке покупать замороженную рыбу или свежую? Доктор начнет с того, что у покупателя должны быть глаза и обоняние. Правильно. Значит, ты, когда покупаешь на рынке рыбу, особенно если она охлажденная или как бы свежая... Можно выяснить, что охлажденной нет. То на самом деле, да, смотришь в глаза, смотришь, чтобы не было дефектов, нюхаешь, я нюхаю. Но это важно. На самом деле, рыба не должна иметь... Замороженную рыбу? Нет, рыба не должна иметь какого-то неприятного... Почему обязательно замороженную? Я сейчас говорю в целом о рыбе. На рынке можно купить не только замороженную рыбу, да, и свежую, как бы, свежую тоже, да. Мы все помним, что рыба, она только первой свежести и никакой другой. Если я вижу какие-то дефекты, я уже понимаю, что, возможно, она побита где-то. Возможно, там уже пошел процесс роста микроорганизмов, которые могут вызвать отравление. Даже если, особенно если эту рыбу недостаточно, подвергнешь термической обработке. Поэтому... А замороженную как понюхать-то? Вот замороженную. О, миха, замороженную? Это ключевой вопрос. Я почему еще раз подчеркну, да, что мы стоим вот на пороге принятия нашей стране техрегламента по рыбе. Во всем мире главные три вопроса, которые стоят перед покупателем, что это за рыба? Как она называется точно, да? Где она выловлена и когда? Три вопроса. Вот именно об этом сейчас вам наши телезрители хотят задать вопрос. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вас слышим. Будьте добры, еще раз добрый день. Меня зовут Елена, я из города Москва. И вот хотела бы уточнить. Вы знаете, на ярмарках выходного дня я видела рыбу, так называемую снежная. Называется она снежная. Она продается в таких пакетах по килограмму, как правило, стейками, нарубленная стейками. И вы знаете, я нигде, мы не могли даже понять, что это за рыба. Мы пытались найти... Ой, моя дорогая, как вы правы. Но вы ее купили? Вы совершенно... Нет. В такое же недоумение впадает сотни тысяч наших покупателей. Спасибо большое за звоночек. Ох, сейчас на маркетологов наезжать будут. Которые приходят и читают. Рыба снежная, солнечная, янтарная, жимовная. Это что значит? Морской волк. Да. Или, знаете, как я на домодедовском рынке видел? Рыба-заец. Рыба-заец. Да. Вот. Так вот, морской язык, туда же все. Это значит все... Это уловки вот Николаса, вот маркетологов. Приводи на маркетинг наезжать. Да, совершенно верно. Да. Причем я, знаете, у этого продавца спрашиваю, я говорю, ну вы же сами понимаете, что такое рыбы нет. Он говорит, я это понимаю. Но приходит тут пенсионерка и требует, где рыба-заец? Я, говорит, 10 лет ее покупаю здесь. Зайца. Так вот, заяц, солнечная, снежная, не знаю, бог знает какая это еще, я там насчитал 30 у одной. Так вот, это либо пангасиус из канавы Вьетнама, из долины Меконг, либо из канав Китая тилапия. Вот, кстати, вот сейчас вот хорошо вы заговорили про канавы. Я как мать хочу вас спросить у специалистов. Я поняла, что рыбу надо покупать замороженную, да? Точно. От греха подальше. Ладно. Теперь, какую рыбу можно покупать без вреда? Да, потому что я слышала, что та же самая тилапия, это падальщик, который ест вот это все, и ее есть не стоит. Хотя до этого... Это аквакультурная рыба. Да. Значит, покупать надо мороженую, морскую рыбу, выловленную в детстве. Да. Треска, пикша, сайда, сайка, палтус, камбала, ментай. Зубатка. Зубатка, да. Понимаете? Корюшка. А наши, карп, форель. Секундочку. Из всего многообразия 240 видов. У нас в торговле присутствует, ну, порядка 50. Да. А в семье обычно, ну, не больше дюжины. Да. Так вот, наша проблема, что мы ленивы и нелюбознательны. Ну, 12 рыб можно запомнить. Во-первых, название. Во-вторых, как они выглядят. И в-третьих, где они ловятся и в какой период. Вот сейчас, например, на Дальнем Востоке заканчивается Путино-Наважье. Да? Вот ловят Навагу. Навагу. Понимаете? Вот Япония, это я еще раз подчеркну, страна, где самое деликатное потребление рыбы. Так вот, можете себе представить, например, в апреле, вот уже не за горами, да? Где бы кто бы не поймал первую симу, вишневая, так называемая сима, эта рыба идет на нерест, когда сакура расцветает. Ее поэтому называют вишневая. Вот где бы кто не поймал, ее внесут императору. Императору готовят, он пробует, и потом под телекамеры. Я сегодня попробовал симу, и вся нация начинает есть симу. Так, вероятно, если бы нашему президенту приносили бы рыбу, и он говорил, хорошая, едим эту марку. Да. Вот вырослый, вы получите. Понимаете, за годы советской власти у нас убили традицию потребления рыбы. Россия, это не мясоедов страна, а страна рыбоедов. А получается наоборот, Вера Александровна, тогда у вас, как у доктора, скажите мне, мы разобрались, например, какую рыбу надо покупать. Теперь, сколько раз в неделю, да, в зимний период надо ее есть, в летний период. Можно ли заменить рыбу чем-то? Да, жарить, варить, парить, вот по вашему мнению. И только ли по четвергам? Да. Вспомнили. Ну, на, какие. Хочу сказать следующим образом. Это очень индивидуально. Мы все абсолютно с вами разные, да? У нас с вами разный ферментный состав в том числе, да? И поскольку рыба – это действительно отличный полноценный белок, который рекомендуется диетологами, многим пациентам, скажем, нежирные сорта рыбы, да, при повышенном уровне холестерина, да? Поэтому все-таки давайте мы оттолкнемся от тех результатов, которые мы с вами получаем при диспансеризации в поликлиниках. Те рекомендации докторов, которые мы имеем, да, некоторые пациенты, вот, да, некоторые пациенты отказываются от мяса. Вот, да, я знаю, что такая тема тоже есть. Не надо меня пациентом назвать. Мы все пациенты, врачи тоже пациенты, на самом деле, абсолютно. Нам не показываете. Даже если мы приходим в поликлинику, и это хорошо, если мы приходим в поликлинику, не ощущая никаких симптомов, скажем, отравления, мы должны пройти некий медосмотр, который позволит нам определить исходный уровень здоровья и, соответственно, получить рекомендации врача. Так вот, я считаю, что как минимум два раза в неделю, вот у меня в рационе присутствует рыба, да? А то есть два раза в неделю. Два-три раза в неделю. А здесь летом получается больше, потому что ходим на рыбалку. Да, да. Поэтому здесь это индивидуально. Здесь нет, вот нельзя всю страну подписать на четверги рыбные, да, а все остальное время ешьте каши или что-то другое. Некоторых просто раз в две недели. Вы знаете, очень важно. Нет, к этим рекомендациям нужно еще присоединить финансовые возможности. А еще нужно присоединить наших телезрителей. У них тоже есть вопросики к вам. И вот все-таки, да, мало того, что мы все-таки выбираем, спасибо коллега, правильную рыбу, и очень важно правильно приготовить и включать голову, когда берешь какую-нибудь вяленую рыбу или рыбные консервы, покупаешь где-то на улице, а потом, извините меня, случай ботулизма в городе. А мы включаем голос нашего зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, как зовут вас? Алло, вы ко мне обратите? Да, 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 все, мы вас слушаем. Я звоню вам из города Подольска. Меня зовут Нелли Даниловна. Очень приятно. У меня вот такой вопрос. У меня рядом два супермаркета, где я могу купить рыбу. Вот рыба-ментай самая ходовая рыба. Она раскупается моментально, и она по цене доступная. Но и в том, и в другом супермаркете, извините меня, она идет, самая настоящая гнилая рыба. А как вы это определяете? По запаху? По запаху. Когда она размораживается, она расползается в руках. Да вот прям продавцу, вот эти вот, прямо идите в магазин и вызывайте. Совершенно верно. Причем проблема, да, минтай, мы с Соединенными Штатами монополисты в мире по вылу минтай. У нас самый лучший в мире минтай. Да, это мы уже поняли. А защищать права-то как? Это еще мы поняли в начале программы. И мы его вылавливаем столько, что страна, включая подошвь, не может его съесть в состоянии. Да, почему тогда в подошвь тухлый минтай, друзья мои? Потому что он хранился на холодильниках за 3-4 года. Хорошо, что я купила тухлый минтай? Вот, реально доктор говорит, надо тут же вот с этой рыбиной и с заявлением в Роспотребнадзор, и чтобы этот ритейлеровый магазин этот на 90 суток закрыть на лопату, да? И пусть они 90 суток думают, чем они торгуют. То есть, давайте я подведу черту. Давай. О правах потребителей, о защите права потребителей. Я понимаю, то есть, для того, чтобы понять, плохой минтай или хороший, нужно было бы по-хорошему увидеть его не замороженным, и увидеть его в нормальном, таком охлажденном после заморозки состоянии. Вы нарушены условия хранения. Нет, Володя правильную проблему ставит. Дело в том, что вот в замороженном виде рыбу не понюхаешь. Конечно. Ты не поймешь, она свежая, несвежая. И тут вопрос, как говорится, только доверия. Да. Вот ты конкретно доверяешь этому продавцу или нет? И все. Александр, контроля вопрос. Контроля, не только доверие. Доверяют, представляете, насколько вам, что они постоянно нам звонят и хотят у вас спросить, пока вы здесь. Давайте дадим им такую возможность. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как зовут вас и какой вопрос у вас? Меня зовут Елена. Очень приятно. Морской окунь. Покупаешь морской окунь, и на нем бывают такие, как бы, я не знаю, чивии. Червоточины такие. Да к дырочке или волдыри? Вы про что? Вот знаете, она и дырка, а в дырке как будто... Кто-то подлигивает вам, как будто бы, да, в этой дырке. Мой совет. Мой совет. Если хотя бы чуть-чуть сомневаетесь... Мы об этом уже говорили, не надо. Чуть-чуть сомневаетесь? Не надо. Откажитесь. Ну, еще огромное количество другой рыбы. Ну, и зачем исследовать вот эти вот червячки и дырочки? Спасибо огромное, заночек. А у меня вопрос тоже о сомнениях. Правда или нет? Но на самом деле, вот просто суперпопулярно сейчас все эти две такие версии, особенно для старшего поколения, а таковы многие наши зрители. Поэтому мы должны задать вопрос. Вот очень популярная такая теория, и пускай нам доктор ответит, что если вдруг человек категорически отказывается от мяса, ему не хочется, отвращение начинает взять мясо, и только рыбу, то это признак того, что возможно онкологическое заболевание. Так ли это? Что делать? Ну, вы знаете, в этом есть элемент правды. Может быть, я бы порекомендовала обратиться к врачу. Потому что отвращение к мясной пище, которого раньше не было, как новый признак какой-то, появившийся в жизни, сходила бы я к гастроэнтерологу для начала просто к терапевту участковому или к врачу общей практики. И, безусловно, такое исследование, как гастроскопия, поможет разрешить все вопросы. А может, так же коз банальный? Мы говорим о лицах старшего возраста. Конечно, безусловно. У нас, в принципе, медицина шагнула далеко. Да, и рожать могут и в 50-е. Да, но надо ли? Вопрос. Это отдельная тема, да? Может быть, будет она. Это очень интересная тема. Но еще раз, я уже говорила о том, что надо приходить иногда на диспансеризацию. А уж если вы почувствовали в своем любимом, родном организме какие-то изменения, связанные с пристрастиями, да, придите, давайте мы разрешим эту проблему. Может быть, просто вам очень понравилась рыба. А может быть, это серьезная проблема. Гастрит, либо не дай бог. Может быть, может быть. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Если мы вот приготовили, купили рыбу, почувствовали какие-то признаки отравления. Рыба же, ну, очень легко это, да, сделать. Признаки какие? Ну, тошнота, рвота, головокружение, да? Покакушки экстренные. Диорея. Диоре, да, и так далее. Поэтическое название. Какие первые, вот, первая скорая помощь? Вызвать врача. Пока он едет. Рассказать симптомы, пока он не выехал, постараться вызвать рвоту, дабы уменьшить количество, так сказать, съеденного внутри желудка. Выпить много-много воды, вызвать рвотный рефлекс не помешает. Потому что чем быстрее сосуды, токсины в кровь, тем сложнее будет потом врачам лечить. Понятно. Но, пожалуйста, бывают разные виды отравления рыбой. Бывают реальные. Без самолечения, значит. И холероподобные, и паралитические, и иногда очень тяжелые, которые могут закончиться при самолечении летальным исходом. Я не хочу никого запугивать, но я все-таки призываю... У вас не получилось. Призываю. На этой мажорной ноте... На этой мажорной ноте давайте поговорим еще с одним нашим телезрителем, который нам дозвонился. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Лидия, и у меня такой вопрос. Очень приятно. А вот мы в нашей семье очень любим селедочку с картошечкой и скумбрию. Вот, как бы тоже соленую. Вот насколько это вредно? Это я не знаю, кому вопрос. Это вкусно! Да, и еще, вот она все-таки селедка и скумбрия, она искусственно выращенная или все-таки она у нас в морях выращенная? А кушайте на здоровье, чрезвычайно полезно. Скумбрию и сельдь еще не научились, слава богу, выращивать в акукультуре. А вот посмотри, пожалуйста. А можно я добавлю, что все-таки существуют элементарные нормы и правила того же посола. И если они не соблюдены, да, и прежде чем солить незамороженную рыбу, могут остаться те же гельминты. А скумбрия еще грешит тем, как доктор, знаю, что содержит некое вещество гистидин, которое может превращаться в заурин и вызывать тяжелую аллергическую реакцию у человека. Поэтому, не хочу опять же никого пугать, но предупрежден, значит вооружен. И поэтому, если вы после поедания скумбрии видите какую-нибудь сыпь, да, отечность, появился зуд некий, подумайте о том, не развелась ли аллергическая реакция. Отлично. Любишь скумбрию, здравствуй, супрастин. И здравствуйте наши сери-зрители. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, как вас зовут? Меня зовут Марина. Очень приятно. Я бы хотела задать такой вопрос. В наших супермаркетах московских 90% рыбы продается китайского производства. Есть ли вообще в продаже наша российская рыба? И как распознать, где наша, а где китайская? Хороший вопрос. Во-первых, это очень серьезное заблуждение. Мы уже услышали. У нас в основном продается, слава богу, российская рыба. Это первое. Второе. Последние 14 месяцев. Китайская действительно присутствует в виде тилапии, выращенной в китайских канавах. А тилапия, коммерт навозом? Которая продается здесь под названием морской язык, морской волк, не знаю, жемчужная, как мы уже говорили, янтарная и бог знает жемчужная. Как отличить нашу от заграничной? Ну, я еще раз говорю. Заморской. Я еще раз говорю. Читайте матчасть, читайте. Каждая семья, ну, бог даст так сказать, 12 видами рыбы пользуется. Не поленитесь, запомните эти названия, как она выглядит и прочее. Хорошо. Последний вопрос. У нас крайне мало времени. Да, мы уже выяснили, что копченую рыбу, которая вот продается, копченая, соленая рыба, безопасно покупать вот в этих герметичных упаковках? Я с доктором готов согласиться. Лучше самим приготовить, чем полагаться на всякие эти слабосоленые... Ага, копченая рыба опасный продукт может быть. Ну, вот понимаете, вот доктор не даст соврать, да? Популярные у нас в стране шпроты. В одной банке содержится канцерогенов, как в пачке сигарет. Что такое копченая рыба, залитая маслом? Это вкусно. Понятно. Последний вопрос. Суши. Это блеф. Это блеф. Во-первых, это, как говорил Геннадий Грузович Анищенко, это средневековье, это традиция японская, но там они живут на побережье моря. Но они же вкусные. Вера Сиславовна, суши. Она вкусная, а не вкусная, потому что они живут на побережье, там рыбы свежие. Но господин Анищенко много чего интересного говорил перед уходом на пенсию. Что нам скажет Вера Сиславовна? Суши можно есть? Нельзя? Опасно? Не опасно? Вы знаете, опять скажу следующее. Если эту рыбу, которую к нам привезли для того, чтобы потом в некой системе общепита готовить в качестве суши или каких-то других видов, роллов и так далее, если ее правильно, предварительно, опять же, заморозили, потом правильно транспортировали, если у нас все хорошо на этой кухне, которую надо контролировать и проверять, если вы уверены в этой сети, не буду называть ни одного названия, это ваш выбор. Проблема в том, что... Но пожарить дома судачка, я вас уверяю. Это безопаснее. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости. Очень подробную, полезную информацию дали, прям ЦУ на карандаш. Ждем вас снова. Не уходите, у меня еще остались к вам вопросы. А пока самая короткая реклама на канале Москва. Доверие. Будьте здоровы. И снова мы. И снова здравствуйте, хочется вам сказать. Давайте посмотрим. У нас такие были жаркие споры в студии. Было не до интерактивного голосования. Давайте сейчас посмотрим, как распределяются голоса и мнения наших телезрителей. Итак, какую рыбу вы покупаете? Очень интересно. Свежую или замороженную? Изменились показатели. За свежую стало больше. Замороженную 55%. Друзья мои, ну, как-то, видимо, не очень внимательно, что ли, слышали наших специалистов. Николас, я же правильно сделала вывод, что рыбу мы покупаем только замороженную, правильно? Известных производителей, известного названия, правильно? Мы можем покупать и свежую, но в тех магазинах, которые указывают число и дата, когда она выловлена, сколько дней и в каких условиях находилась транспортировки, меняется ли лед каждые пять часов в том магазине, где лежит, и сколько она лежит. Короче, мы покупаем замороженную рыбу. Но, впрочем, всё не просто замороженную, потому что зачастую мы путаем, что если замороженое, всё безвредно. То есть не в развале, в каком-то вытащи за хвостик какой-нибудь часе, а маркированную. То есть там, где написано, на упаковке, на этикетке, на пакете, где выловлена, кем выловлена, когда выловлена и как заморожена. Отсюда. Ну, только что сказали специалисты. Я понимаю, конечно, что сейчас мы ещё поговорим с нашим телезрителем, но только что специалисты сказали, что покупать замороженную на рынке – это дешевле. То есть, опять-таки, вопрос рыбы, дорогие друзья, вот мы сейчас... Это был экономический совет, а доктор сказала, да, но только поймите, что в магазине-то безопаснее, если маркированное. Я еще раз говорю, впервые, наверное, за всю историю программы настолько сильно вызвали дебаты, споры и страхи, по крайней мере, у меня, вот тема рыбы в нашей программе. Не знаю, как у вас, я вообще не хочу тебе объяснить. А я сейчас изменю твое настроение, смотрите. Подожди, подожди, давай сначала, подожди, не надо пока сюрприз. У нас есть звоночек. Наш званок всегда сюрприз. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Марина. Очень приятно. Я хотела поделиться рецептом приготовления рыбы вкусным, таким вот палком. Давайте. Давайте. Очень часто, наверное, сталкиваетесь, когда готовите рыбу мелкую, типа моего, корюшки, которые не очень удобно обваливать в муке. Мука прилипает к пальцам. Для этого есть очень простой рецепт. Нужно взять полиэтиленовый пакет, сосовочный обычный, насыпать муки туда примерно полстакана, пол чайной ложки соли, перемешать, бросить туда вашу рыбку, завязать мешок и потрясти. Она возьмет муки столько, сколько нужно. Потом аккуратно с длинной пальчиками вытаскиваете, кладете на сковородку с раскаленным маслом. Каким маслом? Быстро. Растительным. Ага. Без запаха. Она дает красивую корочку хрустящую, чтобы лишнее масло ушло, положить на бумажное полотенце и охлаждаться. А внутри... Спасибо большое. А если так жарить корюшку, то можно же и косточки не вытаскивать, потому что корюшку можно есть целиком. Естественно, мне кажется, когда корюшку будешь жарить, надо убегать из дома, мне кажется, всем соседям. Корюшка свежая, пахнет огурцом свежим. Не знаю. Друзья, я отказываю вообще есть рыбу, теперь вообще любую. Вова, есть эксперимент. Смотри. Давай. Смотри. Та-да-да-дам, та-да-дам, та-да-дам. А что у меня в руке? Сухой хлеб. Вова, Дашенька, скажи, он сухой? Нет, смотри, как он красивенький. А теперь это уже облапанный хлеб. Это хлеб. Ну ладно, чистые руки коллеги. На самом деле это хлеб специально для рыбки. Здесь это хлеб из ржаного семечка, из льняного семечка, из тыквы и морковки. Вова, ты понюхай. Еще красивый свитер мне свежий. И знаешь, почему этот хлеб подается перед рыбой? Я не понимаю, Николас, вот сейчас при чем тут этот хлеб и Вова? Да, потому что запах именно этого хлеба побуждает аппетит и желание кушать именно рыбку. Вова, экспериментируем? Угу. Уйдут ли твои страхи? Это же ароматерапия, дружище. Нюхай и рассказывай, хочется тебе рыбку или нет. Пока Володя нюхает, я просто вот сейчас увидела, что к нам в студию пришел Николас, держи себя в руках, повар. Да какой счастливый день-то у нас сегодня. Заходите к нам скорее. Да что ж я хорошего сделал, наконец-то. Алексей Павлов, шеф-повар. Ура, ура, ура. К нам пришел. Слушайте, вы пришли... Своей рыбой. Пить будете? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пришли, скажите, со свежей рыбой, с замороженной рыбой. С замороженной. С тяжелой рыбой. С тяжелой рыбой, да. Или это может быть какая-нибудь таранка просто тушеная. Что это? Это замороженная рыба. Зовут ее Сик. А, у нее еще имя есть? Да, еще есть. А мы ее не едим сегодня, да, получается? Вот, мы ее сегодня еще есть будем и рассказывать про нее. Как же мы ее будем есть? Дождите, она же сырая. Обязательно, ее едят сырую. Как блюдо с торганина. А-а-а. А она что, она замороженная? Да, обязательно замороженная, сухая заморозка. Друзья мои, вы же понимаете, это может быть и орудие. Возите зимой Сик в багажнике, потому что за бит у вас арестуют, а за Сик нет. Но Сик могут, правда, попросить отдать. Давайте скорее рассказывайте, как она готовится. Так, смотрите, если мы говорим про торганину, да, то в Якутии принято ее прямо из лунки при вылове, да, кидать ее на лед, ждать, пока она замерзнет, да. Перед тем, как ее готовить, нужно ее помять, да, помять в том плане... Давайте помнем, показывайте, как я тоже хочу... Помять в том плане, что вы должны, чтобы это помять? Нет, когда она не замороженная, еще живая, да, то, естественно, она прыгает, да, она становится кривой, да, загибаясь и так далее. Вот чтобы делать правильную торганину, это стружка рыбы замороженной, ее нужно выпрямить, чтобы позвоночник был прямым. А, понятно, так, мы ее выпрямляем, но мы ее купили уже. После этого она, ну, конечно, да, после этого она при 40-50 градусах морозов, да, она замерзает и дальше идет уже в употребление. Давайте готовить торганину. Алексей, значит, она у нас уже битая, ой, мятая, выпрямленная. Да, все правильно, да, она выпрямленная, да, в том плане, что ее для удобства приготовления. Давайте, давайте, делаем, доставайте, доставайте, давайте, готовьте, готовьте. Тогда мне нужно все убрать с тола. Конечно, сейчас все уберем, мальчики. Мы, правда, хотели эксперимент поставить, но не знаю. А давай мы с тобой пока эксперимент поставим. Давай, у нас в одной тарелочке есть... Дайте-ка нам вилочку. Есть. А это уже единая. А мне не единая есть. Все мной близо. Вот прям не отдает. Давайте. Ладно. Давай, иди к нам, чтобы не мешать там Алексею готовить, а то сейчас будет он битый сиговый драться. Значит, Алексей, вы что сейчас будете делать? Вы сейчас будете его... Бить. Бить. Нет, вытаскиваете. Я сейчас буду, пока она замороженная, да, ее легко обработать от чешуи, вот. Потому что, как правило, очень важно, чтобы при покупке рыбы, при рыбе рыбы, неважно, для строганины или недостроганины, чтобы она была целиковая, это раз. Во-вторых, чтобы она была с чешуей, с жабрами, с головой, совсем... А, то есть не чистить ничего. Обязательно, обязательно. Не важно, какое блюдо мы готовим. То есть стейк или тартар, или что-то не важно. Дома мы жарим, запекаем. Садитесь, пожалуйста. А то что это? Вы стоите, мы сидим. Вы что, убежать от нас собрались? Вы один готовите, либо у вас могут быть помощники. Мне кажется, вам нужны помощники. Если мы говорим про ресторан, то, конечно, естественно, у меня есть помощники. Конечно. А здесь? А здесь? Помоги, помоги. Грубая вода на сила. Что надо? Кому сломать? Можете вскрывать? Или аккуратно вскрывать? Можно аккуратно, вот для этого ножка есть. Вова, рви давай! Рви, Вова! Только пожалей гостя и себя. Как она пахнет рыбой. При этом очень важно... А пока вы открываете рыбу, у нас есть звоночек. Здравствуйте. Алло, Оксана, здравствуйте. Алло, здравствуйте, дорогая студия. Спасибо вам за такую передачу. И вам спасибо, что вы нам звоните. Я приняла спирта. И после Александра прям даже сказать нечего. Все, что хотела сказать, было вот сказано Александром. Хочу от тебя добавить. Мой муж рыбак. Он ловит пары, окушков, шарпов, всех этих рыбок, приводит домой. И тебе говорит, спасти и заморозь, чтобы все было у них убито. Именно заморозки. Это единственное, что можно тебя одежать. Спасибо. А муж ваш ловит эту рыбку на платных прудах или в открытых водах? На платных и на тёрдых. Вы слышали, да, что мы с вами будем стареть быстрее, потому что мы гормоны будем есть эти. Нет, нет, нет. Вот платных рыбок он отпускает. Ага. Да, а вот таких рыбок нет. Это заморозить, и мы её потом достаем. Понятно. И знаете, что ещё? Бывает, да, конечно, пахнет тиной вот эта вот рыбка, да, природная вся. Да. Я делаю так. Ну, струю с пучком, как сейчас мы. И получать обливание запаха. Это безумно вкусная рыба. Просто безумно вкусная рыба. И ничего, нет, никакого запаха не остаётся. И ещё один-таки третий фрель очень хорошо готовит, так скажем так, с кархуном. Сеточку кархуна и брюшка. Да. Это просто фантастика. Ой. Боже мой. Ну, если у тебя сейчас есть, что поесть, спасибо большое за ваши рецепты. Я просто ещё и слушаю. И кушаю. И смотрю, что шеф Алексей делает. И, в конце концов, хочу улучшить момент, чтобы перед тем, как мы будем няшку замороженную пробовать, чтобы Алексей попробовал, у меня уже и вилочки специальные есть. А вот хочешь, вот я, например, не знаю. Ну, давай, 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 пробуй, пробуй. Пробуй, я уже попробовала. Я вот не знаю. Ты отсюда пробовала. Я и отсюда пробовала, и отсюда пробовала. Друзья, самое интересное, у нас вот мои коллеги сейчас кушают рыбку, всё хорошо, им очень нравится. Куда ж жизни. Но до этого пришёл специалист, сказал, не ешьте вот это настоящие два куска, это яд. Ну, а они всё хорошо едят. А потому что доктор вам сказал, ребятки, без фанатизма, и всё будет хорошо. Ну, вот смотри, мне лично, но я же ещё девочка, вот мне лично больше нравятся вот эти вот кусочки. Второй. Да. А не первый. Да. А вот смотри, вот сейчас, как только Алексей опасный нож положит, мы подойдём и дадим попробовать. И с первой, с второй догадается, что это принято, где была замороженная рыба, а то свежая. Друзья, для начала мы спросим у нашего повара, в чём, собственно, прикол приготовления строганины. Насколько я понял, когда мы вытаскиваем рыбу, мы должны взять её за хвост и вот таким горизонтальным сверху вниз, горизонтальным сверху вниз, вот так логиков я запутал. Только не когда выловили, Вова, а когда уже замороженную достали. Поэтому расскажите, пожалуйста. Так, мы её сейчас чистим с вами. Да, конечно, мы её чистим непосредственно. Как и пошло испокон веков, там, из-за Якутии, да, что свежемороженую рыбу, едят её тонко нарезанную, как стружку. А специи какие-то добавляем ли сейчас? Соль, перец. Всё. Соль, перец. А смотрите-ка, что у меня есть. Какой у меня чуфыр-чуфыр в кармане. Николас, у меня есть сумах, и у меня есть сванская соль зелёная, которая специально для рыбы. Отлично. Что скажете? Ну, здесь в приспособление этой рыбы есть обычная соль, добавляется, и обычный перец, для того, чтобы непосредственно почувствовать вкус данной рыбы. То есть здесь самое главное сырая рыба и её вкус. Пробовать можно уже? Сейчас я только нарежу вам. Давайте, режьте. Да нам по одному кусочку. Ой, а можно только нож как-то протереть? Конечно, обязательно. Даша, ты есть сюда пришла? Или сам обработку проводить? Нет, ну если вы хотите, чтобы я попробовала... Нож, говорит, протерите, а вот то, что у вас Володя за хвост держит, короче, кто это умный? Нет, ну я же не хвост буду есть. У Володи профессия такая. Главное вы хвостодержатели эфирного. Да. Давай. Как его зовут, говорите? Алексей. Сисик. А. Мы сейчас прорывем. Сик Алексеевич у тебя в руках, а Алексей Павлов с ножом. Так, и что мы с вами делаем? Значит, сейчас мы... Мы сейчас будем делать стружку. Давайте стружку. Давайте. Стругайте. То есть убрали этот хвост чешуя. Мне сразу, знаете, мне сразу вспоминается кино «Любовь и голуби», что сиди уж, стругальчик. Сколько должна быть... Уж ты стругали. Все! Да, толщина кусочка, чтобы было и половина с астраганина. Здесь зависимости от сорта рыбы, от размера ее, и непосредственно делать от атмосферы... Ну, там и хватит, наверное. Так, Алексей, давайте мы не будем всю ее стругать. Давайте мы уже сейчас попробуем. Операторы, конечно, против этой инициативы, но давайте не будем всю ее... Даже не знаешь, что нам жаль на этой рыбы делать. Тайну-то раскроем, где первый, где второй. Ты знаешь? Обязательно раскроем. Но ты же хотел Алексею дать попробовать. Да, пошли. Алексей, пока вы настрогали, Володя, начинай пробовать сырую рыбу. Вот специальной чистой вилочкой для вас. Для того, что я узнал, я не буду есть сырую рыбу. Цифра один. А у меня грязная вилочка. Я ушел, а ты теперь цифру два. Давай пробовать. Ну, вы этой же... Ну, что скажете? Можно сказать, где была свежая рыба, а где была замороженная и потом размороженная? Честно купленная вчера вечером. Николас, давай я тебе принесу в дорогой магазине. Понюхайте, вот... Скажите, вот... Я, как человек, который сегодня в начале программы пришел и любил всю рыбу мира, после полуторачасового практически эфира, понял, что теперь я вряд ли это... А, Даша, нет. Я вряд ли, а я нет. Ну что, Алексей? По поводу пробников. Да. Сначала был номер первый очень вкусный. Как же номер первый. Могу сказать, что рыба, в принципе, она похожа друг к другу. Одинаковая. Да. Единственное, что второй пример был намного жирнее. Друзья мои, раскрываем тайну. Первое, на самом деле, нам было в магазине продано, именно как свежепойманное, охлажденное, в жизни там не замораживалось. А второе было продано как замороженное, это как якобы дикое, а это как якобы там вырученное нежными, заботливыми фермерскими руками. Но, как мы поняли сегодня, в принципе, это, в общем-то, может быть одно и то же. Это может быть и уже замороженное, и размороженное. Ну, как вы думаете, правду нам сказали в магазине? Ну, в принципе, да. Потому что, ну, понимаете, здесь момент один, что вы всегда можете спросить у продавца, независимо, кто там стоит за прилавком, как вы сказали ранее, по поводу даты вылова и документов. Да. Можете спокойно попросить в любом магазине, в любом предприятии документ на этот продукт. Николас. Слышите, друзья мои. И вам должны предоставить. И видите, друзья мои, на самом-то деле, повар-то знает, знает. Николас. Итак, внимание, строганина есть. Сегодня твой день. Я попробовала. Есть у нас. Ты попробовал? Вот соль, вот клеп. Нет, я пробовать не стал. После того, что я узнал про рыбу сегодня, я пока не проверю, на рынок не вспойду, сам не посмотрю, не рискну. Слушайте, это ж суши. А я вот попробовала, честно говоря, мне не понравилось. А мне нравится? Попробуй. Нет, нет, я понюхала. Какой-то удивительно нежный, нежный вкус. Ой, как она воняет рыбой. А на море пахнет, а не рыбой. Нет, она воняет. Слушайте, в подсобке магазина. Слушайте, мне очень нравится. Очень. Нереально вкусно. А скажите, а вот... Ну, простой рецепт однозначно. Ну, видимо, на любителей я как бы вот такой рыбоед, что я вот такую, наверное, только готова есть. Скажите, а есть какой-то еще рецепт? Допустим, вот эту рыбу мы настрогали, получилось у нас с вами строганина, и, например, мы делаем с ней какой-нибудь салат. Да, забыли про нее, она размешная. Ну, конечно, и эту рыбу непосредственно можно и коптить, и солить, и делать из пехи. Нет, а вот с такой сырой. А, и сырой. С остроганиной вот с такой? Пожалуйста, тартар. Также я делаю себе в ресторане из рыбы сырой. Как и известно, что из говядины, из рыбы делается тартар, да, мелко нарезанная рыба, заправляется легкими соусами, чтобы почерпнуть рыбу, и подается в сыром виде гостям. А для тех, кто не любит запах рыбы, смотри-ка, зайка, может, может, это же сырка. Вот, это другое дело, может быть, и да. Сванская соль. В общем, дорогие друзья, позвольте, я сейчас благодаря нашему повару подведу такой итог. Если, ну, по крайней мере, для себя, говорю, в начале программы у меня было четкое понятие, что ей с рыбку надо, как можно больше и так далее, и тому подобное. Но сегодня я понял, что сейчас здесь, вот я почему не естнул ей с рыбку, потому что я уже напуганный нашими специалистами, которые сказали, что... Она же замороженная. Вот, замороженная, но она уже немножечко оттаяла, я понюхал. Не нравится мне запах. А теперь, ну-ка, 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 попробуй. Вот с такой солью. А? Ешь скорее. Нормальный запах. Вот, то есть, видимо, дорогие друзья, я еще раз подведу для себя итог. Человек, который, ну, очень хорошо и просто относился к рыбе, а теперь узнал, что, оказывается, в ней столько яда и так далее, и тому подобное, и есть много фальсификатов. Друзья, как сказали наши специалисты, идите, если вы экономите деньги, покупаете рыбу замороженную на рынок, там дешевле всегда. Николас, это первый раз в жизни, когда за программу Володя поменял свое мнение. Это потому что Алексей рядом сидел. Нет, потому что Алексей мне нож, во-первых, подарил. Но он еще об этом не знает. Я бы про что хотел договорить, что идите, дорогие друзья, если вы экономите деньги на рынок и покупаете замороженную рыбу. Я почему поменял свой позит, потому что я всегда покупал в магазине, не читая вот уже засоленную сельдь, вот в четверг рыбный день, туда-сюда. Как оказывается, если ее неправильно засолили производители, там очень много яда и разного рода живности. Имейте в виду, это я сегодня из программы выяснил. Также, дорогие друзья, если вы идете в магазин, пожалуйста, читайте то, что вам написали на упаковке. Вот я так по-разному расставил удаление, чтобы было интересно. Время страшной сказки проходит. Читайте, это ваша безопасность. Рыбе в глаза смотрите. Если они ясные, прекрасные реснички накрученные, ой, это меня занесло, значит, рыба хорошая. А если мутные, заунывные глазищи, пьяные. Глодного волны, там, или сердитого Сережи. Да. То эту рыбу не надо брать. Алексей, а вот если прямо тогда сложно, вы известный шеф, вы умеете рыбу готовить, вы любите, в конце концов, рыбу. Скажите, пожалуйста, все-таки в магазине или на рынке покупать рыбу? Свежую или замороженную? В зависимости от сорта рыбы. То есть мы же понимаем, если мы приходим на рынок или даже сети супермаркетов, где лежит охлажденная как бы рыба, да, и предоставляют ее как охлажденную, в зависимости, какая это рыба. Потому что вы же понимаете, что скумбрии охлажденной нету. Хорошо, быстро так это, да. Какую рыбу вы покупаете замороженную, какую свежую? Хорошо, если мы говорим про замороженную рыбу, то вот такого вида, как сик. Сик. Да, потому что ее транспортировать в Россию. Так, свежую рыбу какую можете? Посезонно, корюшка, бычки. Если это охлажденная, то я также предпочитаю и красную рыбу, как форейд лошки. А знаете что, давайте не будем отпускать Алексея, останемся в студии, будем говорить, говорить, говорить. Да, и будем пробовать и готовить, да, пользуясь нашим служебным положением. Ну, а вам, дорогие наши телезрители, спасибо, что были сегодня с вами, с нами. До завтра, любим вас, целуем. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин